Ровно год назад, в марте 2020 года, все учебные заведения перешли на дистанционное обучение. В их числе Екатеринбургская духовная семинария. Сегодня формат очного образования возвращается в жизнь студентов, и благодаря опыту онлайн-занятий появляются и новые форматы, как в учебной, так и во внеклассной деятельности духовной школы. Более четырех месяцев образовательный процесс Уральской духовной школы проходил в дистанционном формате. Опыт работы в онлайн-режиме используется и сегодня. Помимо возможности дистанционного участия в богословских конференциях, в онлайн-режиме сейчас проходят заседания кафедр, некоторые занятия со студентами и даже различные интеллектуальные соревнования с другими учебными заведениями. В прошлый учебный год и пандемия о немногом у нас научили, в том числе и новым форматом, который мы теперь можем очень успешно использовать. Несмотря на то, что День открытой двери будет проходить в обычном, оффлайн-режиме, тем не менее, мы все равно должны привлекать ту аудиторию, которая есть в социальных сетях, ту молодежь, которая присутствует в Инстаграм и в других площадках. И для этого специально запускаем серию различных проектов, один из которых проект «Агон». «Агон» в переводе с греческого означает «Стязание» или «Спор» между персонажами пьесы. Но, по словам авторов, в видеопроекте нет спора как такового, но есть разные точки зрения на те или иные вопросы жизнедеятельности семинарии со стороны студентов и со стороны администрации. Мы задумывали проект «Агон» именно в рамках приемной комиссии в семинарию в 2021 году. Придумали именно такой формат для того, чтобы сделать семинарию для будущих студентов, для абитуриентов более привлекательной. Этот формат для них знаком, известен, и мы решили, что таким образом они смогут больше узнать о внутренней жизни семинарии. Одна из особенностей проекта – живые и порой эмоциональные ответы. Герои не готовились к съемкам и не знали, каким будет формат проекта, что позволило им отвечать на вопросы не академическим языком, а от души. А здесь человек, ну, я, максимально открытый, максимально искренний, как бы свободно, спокойно мог даже не о распорядке семинарии рассказать, а немножко самую малость о ее жизни, да и вообще отношению семинариста к жизни и к окружающим его людям. Всего вышло шесть выпусков, в которых приняли участие студенты и представители администрации Екатеринбургской духовной семинарии. Замысел в том, чтобы привлечь внимание около церковной и церковной общественности, может, даже в первую очередь церковной общественности, привлечь внимание к тому, что есть семинарии, и там есть жизнь. Когда смотришь вот эти ответы и видишь, что семинаристы живые, преподаватели живые, что они прекрасно сосуществуют, даже противоречат друг другу, и при этом они понимают друг друга, слышат друг друга. Онлайн-проект был разработан в рамках приемной кампании духовной школы, а первым оффлайн-мероприятием приемной кампании Екатеринбургской семинарии в 2021 году станет День открытых дверей. День открытых дверей – событие ежегодное. Это мероприятие предоставляет уникальную возможность для будущего абитуриента познакомиться с администрацией, преподавателями семинарии и задать волнующие вопросы. Встреча состоится 27 марта в 11.00 по адресу город Екатеринбург, улица Роза-Люксембург, 57. Более подробную информацию можно узнать на сайте, страничках духовной школы в социальных сетях и по телефону 8, код города 343, далее 311-99-40.